Период голосования сократится до одной недели в этом году с 11 до 17 октября. С понедельника по субботу можно будет проголосовать как в электронном виде, так и с бумажным бюллетенем на участке. В воскресенье, то есть непосредственно в день выборов, голосование будет проходить только с помощью бумажных бюллетеней. Однако новшеством будет то, что избиратель, который отдал свой голос по интернету во время предварительного голосования, будет иметь возможность передумать вплоть до воскресенья и проголосовать заново в день выборов, но только при помощи, опять же, бумажного бюллетеня. Сейчас разные партии работают со своими списками кандидатов, но мы будем обсуждать, сколько мандатов будет выдан. Это будем обсуждать в четверг. Ну, я думаю, сейчас у нас проект закона такое, что остается 79 мандатов с восьми районах нашего столицы. Есть еще одно новшество, которое вызывает неоднозначную реакцию. Теперь предвыборная реклама будет разрешена на протяжении всей недели голосования, чего ранее не было. Запрещена она будет только непосредственно в день выборов, да и то только в помещениях для голосования. Это означает, что кандидаты смогут, так сказать, до последнего агитировать людей голосовать за ту или иную политическую партию. Но возникает вопрос, где именно можно, а где нельзя будет проводить агитацию. Ведь получается, что таким образом для призыва голосовать за тех или иных политиков могут быть магазины, различные учреждения или даже школы. Так ли это на самом деле? Я думаю, что наши политики теперь уже такие, кто знает культуру, они не лезут в школу, куда, я думаю, что всегда не надо ходить. Можно, конечно, заниматься с политикой как образованием, но я думаю, что передвыборную кампанию прямо в школе для детей это сделать неразумно. Ну и то тоже неразумно, чтобы запретить всякую агитацию перед выборами. Поэтому не исключено, что некоторые политики будут ходить по квартирам с призывами голосовать за них даже непосредственно в день выборов. Хотя тут есть два фактора, которые они должны будут учитывать. Во-первых, чрезмерная настойчивость может сыграть с кандидатами злую шутку, потому что они просто-напросто могут надоесть электорату. А во-вторых, не исключено, что этой осенью свои коррективы в правила поведения на избирательном участке внесет пандемия COVID-19. И будут действовать определенные ограничения, например, ношение масок в помещениях, соблюдение дистанции и агитация только на свежем воздухе. Голосовать могут на муниципальных выборах как граждане Эстонии, так и так называемые серопаспортники. В этом году во второй раз на местных выборах могут участвовать юноши и девушки в возрасте от 16 до 17 лет. Некоторые политические силы возлагают на этот возрастной контингент особую надежду, так как в 2017 году они довольно активно воспользовались своим правом голоса. Сергей Вщенков, Роман Васильев, Новости Таллина.